приветствую всех вы зашли на канал заметки механика приятного просмотра и жду вас снова к нам в разбор поступает вот такой красавец 221 да еще и лонг ну доводчики все дела все красота начинаем дербанить если кому-то надо запчасти обращайтесь v8 но коробка уже лежит все коробки нет практически коробка только под восстановление она оживает она оживает аккумулятор стоял разряженный надо не мучать аккумулятор зарядить без автомобиля правильно думаю правильно mercedes разбираем разбираем потихоньку такого запчасти салончик салончик взорвали красота и да интересное решение по разъемам всегда защелки стоят в неудобном месте где не долезешь и судя по находкам у водителя явно были проблемы с зубами этот зубочисток на штук 20 нашел это еще под ковром а у пассажира который ездил сзади явно были проблемы с деньгами потому что нашел я только вот такие монетки 10 копеек 10 копеек и 2 рубля до вот так вот 221 а еще и пуговицы находил от их типа от костюмов от чего пуговицы на нас той стороны лежат ну я не знаю кто ездил сзади у него в карманах были 10 копеек а вот и пуговицы у нас киарео в гостях непрофильный автомобиль люблю непрофильные автомобили так как заставляют задуматься немножко покрутить повертеть головой и жалобы клиента машина была бита в переднюю часть немножко менялась генератор тут лобовина новая тут перебиралась тянулась проводка менялась все жалобы клиента то что разряжается аккумулятор и вот мы будем искать ток утечки я расскажу как это делать для всех этих процедур нам потребуется мультиметр в режиме измерения ампеража 10 ампер переставляем щупы на ампераж у меня 10 ампер простенький такой мультиметр и в разрыв клеммы плюсовой или минусовой подключаем наш мультиметр щупы крокодил у меня здесь стоят мне удобно тут на минусе работать на минусовой клеммы но это без разницы можно и на плюсовой клемме но перед тем как подключать нужно сделать некоторые вещи подготовку нужно допустим на корейцах концевики дверей откручиваем концевик двери тем самым она видит что дверь за как бы закрыта закрываем автомобиль полностью еще багажник то же самое закрываем замок на багажнике и потом уже подключаем мультиметр ты берем я конечно сделала сейчас так но лучше так не делать лучше потому что он пирож может быть большой ток потребление большой и может сгореть наш прибор поэтому надо не разрывая клемму потому что начинают блоки просыпаться и все остальное вот у нас в разрыв клеммы теперь у нас только идет через мультиметр и мы смотрим показания вот показания 064 ампера много дальше пойдем по схеме по такой простой логической скрываем блок предохранителей и достаем предохранители я уже тут все нашел а теперь вам рассказываю берем кусачки и достаем предохранители хорошо когда есть описание ну тут описание такое не очень и вот я дошел до момента так клемма нигде не цепляется когда я достаю вот этот сороковой предохранитель аккуратно главное его не повредить ты у меня ток утечки падает 041 ампер этот 40 предохранитель тут по схеме аккумулятор один аккумулятор 2 я съемку взял в кармин стаде посмотрел приложение что от этого предохранителя идет салон предохранитель вот переходим салон салоне предохранители предохранители у кия здесь и тут у нас на от того предохранителя стоит 1 2 3 4 5 6 6 потребителей предохранители тут и так что у нас тут на нем у нас закрытие дверей потом брейк свитч это концевик педали тормоза потом дневные ходовые огни подсветка салона и аудио а еще задняя птф к и вот начиная их тоже доставать периодически смотреть на показания прибора так мы обратно переместились под капот вот у нас ток утечки прыгает всегда нужно обращать внимание на силовые потребители еще тоже в этом моменте когда ищем ток утечки вот у нас новый генератор я с него снял разъем не помогло ток утечки у нас так и есть а если снимаем с него силовой плюс то ток утечки у нас 0 и если прислушаться он даже будет так 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 снимаем ток утечки 0 одеваю ток утечки 041 но это я уже сейчас нашел а у меня было то что я снимал с генератора силовой плюс у меня все равно оставался 024 по моему ток утечки сейчас я сделаю это покажу в чем моя ошибка то что я сделал много лишней работы но проверил это все сейчас я вам расскажу теперь у нас снят плюсовой провод с генератора генератор не гудит все но ток утечки у нас 023 ампера это много все у нас подключено все дальше если мы достанем 40 то у нас ток падает до нуля то я уже говорил даже сейчас продемонстрирую 0 но если мы его поставим обратно то ток утечки у нас сейчас стабилизируется 096 вот 024 много все равно разрядится аккумулятор поэтому я опять же перемещаясь в салон и смотрю эти все потребители и вот если я достаю освещение салона десятый ток утечки у нас 0 сейчас мы так вот приборчик поставим мультиметр будем снимать прямом эфире тик тик набегался конечно так берем предохранитель ставим на место и смотрим показания не поставил берем предохранитель ставим на место и опять ток утечки 024 за на этот предохранитель завязан освещение салона верхний багажник и центральный плюс еще блок климата приборная панель все это я проверяю проверял проверял подоставал плафон и достал даже задний плафон думал муж плафон светится 023 ампера это маловато для потребления лампочки ладно думаю посмотрю схемки перекурил и приду еще вернусь к автомобиля и вот мы сейчас пять минут подождем машина заснет это потребление будет 0 главный у нас потребитель который жрет аккумулятор оказался новый генератор вот так из интересного обнаруженного мною не закручен воздухом что здесь что здесь короче гофра не закручена и тут такие сигналы стоят я не знаю размер это бибики это страшно такую во дворе по сигнале можно и обделаться короче вот так вот потихоньку сейчас машина засыпает я вам покажу что все-таки потребление падать на ноль виной всему новый генератор неизвестно что-то за фирма не видно наклеить и на нем не вижу автомобиль заснул и ток потребления все по нулям генератор новый не значит хороший поэтому гену в замену прикольно так гену замену да и вот это я закрутил затянул все отлично ты наверно мотор получал так что и лобовину поменяли да было хорошо битым машинка хорошо новый новый ну и там понеслось трубки некоторые ну кассета радиаторов естественно еще телевизор стоит так тут как-то выровняли не выровняли капот еле открывается надо тянуть так трос капота что оторвешь такое ощущение что сейчас оторвется блин язычок открывашка сейчас позвоним клиенту расскажем расстроим и не знаю что может привезет другой интересные особенности я снял генератор отвезли генератор генераторщиком ну я это его приговорил утечка только через него генераторщик говорит нет все нормально все отлично тут еще вот этот кронштейн варили блин ну как отлично если я беру прибор подключаю все у меня утечка отключая плюсовой провод от генератора у меня нет утечки генератор генератор диодный мост либо реле регулятор либо что он прям гудит ладно решил я подключить на свой аккумулятор просто снял с машины решил подключить подключил но у меня тоже опять утечки не было и пойму как так ставлю на машину есть утечка подключая так нет утечки у меня подвели мои провода прикуривания тут обгорел провод восстановил подключил через амперметр и у меня есть утечка в генераторе как так проверяли генератор щеки весело и вот из всей ситуации у меня вам вопрос наверно у всех такое на в коллективе бывает на всех работах что есть такие очень интересные личности которые берут инструмент ломают и возвращают обратно никого не предупреждая не ремонтируя вот точно так же у меня кто-то взял провода прикуривания не прикурил машину подгорел провод ну все решили так и есть не разбираться повесили мне на место а я тут блин не пойму в чем дело потом просто случайно контролькой проверил опа а нету нет никого надо еще сейчас красный проверить восстановить справедливость что провода дежурные всегда были но все-таки я не знаю генератор щеки не захотели денег я не знаю как вот вот она утечка только 400 миллиампер ну ладно забрал я хлеб как говорится в генератор щеков реле регулятор вот это старый ну а это новое и утечки только нет все у нас подключено собираю обратно ну все победа генератор на месте плюс подключен все отлично все в разрыв и у нас нули теперь можно машину отдавать а еще нужно блин проверить зарядку и тогда уже отдавать машину чет не поняла а щеточки сейчас придурка и все о отлич главное чтоб не было перезаряды 14 5 сейчас нагрузим всем светом речка и посмотрим в отделе ну принципе все нормально отопитель дует аварийка свет все 14 5 все на первый взгляд такая нормальная битка т-55 торг об как она красиво разлетелась причем я вручную крутил да и столько лет форсовской битки набору столько лет ну пора бы обновиться ну красиво красиво машинка такая q5 владелец только я купил пригнали посмотреть хожу смотрю обращаю внимание на верхние рычаги вот слева верхние рычаги здесь соленбок стоит ровно запомните переходим на правую сторону а здесь соленбок как-то плохо стоит рычаг как-то не так мое предположение что сюда наверх поставили рычаги с левой стороны хохма а еще интересно тут есть адаптивный круиз вот так вот сейчас все это выглядит еще он вверх ногами стоит по идее он должен вверх вниз смотреть фишкой они вверх он тут обломан ну это конечно интересно кронштейн крепеж что-то стоит оригинальный от 60 тысяч можно наверно бы уж на найти конечно но крепеж от этого всего расценивали 60 тысяч выдает вообще прикольно похоже машина получала по правой стороне тут раз рычаг с разборки наконечник с разборки привод с разборки и разборка одна и та же на разборке я снял с верхних рычагов тут эти эмблемки но тут не написано левый правый рычаг генерала дорохова разборка opel astra j я тут немножко в электрика поигрался суть такова что владельца стеклоочистители работали только верхнем положении на быстрой скорости и это не так быстро как хотелось а тут управление идет через рычаг с рычага идет в блок комфорта а с блока комфорта уже дают команды на сам мотор и методом прозвонки всех разъемов нашел вот здесь вот провод перетерлся перетерся вот об кузов короче разъем был немножко пошевелил понял что этот разъем в обрыве пошевелил сейчас перепаяю все сделала и усилю тут место закреплю хорошо чтобы он не терся об кузов вот она даже места есть видно что тут тоже провода терлись вот их надо поднять немножко выше чтобы не висели вот здесь тем более крепление есть вот такой вот случай немножко меня погонял opel по прозвонки всех проводов от самого рычага до bcm а блока комфорта ну и сюда а так принципе нашли быстро владарюга мышь уже съели твою еду понимаешь а ты лодорь не можешь мышу поймать а а а вось а 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